Друзья, всем привет! Начал отмывать ГТД 350. Дело в принципе очень бодро пошло. Отмыл уже все внутренности редуктора. Но чтобы отмыть их окончательно, нужно подорвать крышку. Расконтрил все гайки и можно потихоньку откручивать. Окислов очень много в двигателе, к сожалению. Если бы их не было, можно было бы даже восстановить. Потому что я смотрю, подшипники не в таком уж совсем печальном состоянии. То есть на турбостартере гораздо печальнее состояние было. Разборка состоялась. Смотрим. Здесь у нас несколько шестерней. С обратной стороны они естественно ни разу не отмытые. И вот пребывают в таком состоянии. Подшипники, друзья, не ржавые. Обратите внимание на ролики. Ролики чистые. Но нужно их, естественно, просушить, отмыть. Потому что они очень быстро могут заржаветь. Здесь еще три шестеренки. В общем, такой вот механизм. Миллион шестерен. Вроде бы неплохо получается. Вроде бы. Здесь похоже все из нержавейки. Теперь можно заняться шестеренками. Движка начинает потихонечку работать. Это такая чистка от грязи. Мойка крупника. Это, конечно, все хорошо. Но что делать с мелкими деталями? Вот вопрос. Будем галтовать, ребята. Для этого нам понадобится бутылка. Хотел вообще большую взять. Может и маленькая сгодится. Зачисляем туда гайки. Не зачисляются. Без токарного станка здесь, естественно, дело не обойдется. Ставлю на малые обороты. Вот так примерно. И пробуем. Кстати, залил немножко туда керосин, чтобы лучше все вымывалось, смывалось, очищалось. И вот так пошел процесс, друзья. Можно оставить станочек. Пускай галтовка продолжается. Неопределенное количество времени. Там посмотрим, что получится. Можно даже немножко добавить. Потому что вот в этой области что-то оно не хочет переворачиваться. Все-таки некое перемешивание происходит. Это хорошо. С этой области попадает металл вот туда. Ну а здесь уже коловорот происходит нормальный. Дело идет к логическому завершению. Баночка видоизменилась, ребята. Здесь она уже протерлась. Видите, тут прямо разорвало ее уже со всех сторон. Нужно снимать и смотреть. Я думаю, все уже нормально. Галтовка продолжалась примерно 8 часов. Смотрим на результаты. Слушайте, да это просто божественно. Промыл три раза, чтобы добиться такого результата. На век. Очень хочется продолжать потрошить двигатель. И прежде всего хочется снять вот эту камеру сгорания, друзья. Ну и посмотреть, что там со свободной турбиной. Если дело пойдет хорошо, у нас будет уже две жаропрочных свободных турбины на канале. На каких-то режимах малой мощности 100% можно будет это все использовать. Поэтому разбираем, смотрим, что там внутри. Чтобы раскрутить камеру сгорания, нужно убрать вот этот вот хомут с проводами. Здесь все сильно заржавело. И придется немножко потрудиться, чтобы освободить вот это все. Далее, думаю, дело пойдет проще. Так как в целом там и двигатель уже раскололи, друзья. Что-то тяжело дается снятие камеры сгорания. Пришлось открутить даже вот этот ряд. Думал, что может быть здесь я смогу разделить. Но дело не пошло. Оно просто проворачивается. Но сниматься не хочет. Поэтому вернулся обратно к камере сгорания. Осталось открутить последний болт. Здесь законтрено с двух сторон. И нужно иногда двумя ключами разделять. Этот ряд этих неизвестных мне датчиков пришлось открутить. Вот они как выглядят. Похожи на подогреватели какие-то. Либо датчики температуры, либо еще что-то. Так что откручиваем и надеюсь, что оно легко разделится. Мы посмотрим на внутренности камеры сгорания. Отделяем. Здесь такие кронштейны иногда попадаются. Они тоже по идее из жаропрочки должны быть. Либо из нержавейки какой-то. Всё! Как бы так сделать, чтобы ничего не сломать? Надо подложить что-то. Просто отличный сопловой аппарат. Это выход из камеры сгорания. Вообще по идее, если вот сюда что-то подавать, например струю с реактивного двигателя, то здесь можно снимать сопловую струю, которую можно передавать на свободную турбину и можно стартовать. Здесь, как можете заметить, можно всё это раскрутить и посмотреть, что там внутри. Вообще-то одной из целей этого видео является осмотр камеры сгорания. Но перед этим нужно посмотреть на турбину. Кстати, деталь достаточно легкая. Весит может килограмм 10. Одной рукой легко поднимается. Хотя она здоровая. Но она пустотелая. Там практически ничего нет. Ну а вот и турбина. Состояние вроде бы очень даже неплохое. Никаких забоев, ничего такого здесь нет. Турбина фактически целая, но очень-очень грязная. Здесь вот есть ржавое звено. Кольцо из стали. Оно маленько поржавело. И я тут наблюдаю следы балансировки. Я, честно говоря, друзья, думал, что это я сам придумал такой метод балансировки. То есть что-то налепить на деталь с дисбалансом. И при этом, допустим, прогоняя, разгоняя до скорости, оценивая вибрации, прокручивать в разные положения, добиваться пока будет меньше всего вибраций. Но вот здесь применен такой же точно способ. Эта шайба на шлицах установлена. Можно вынимать кольцо, проворачивать ее и донастраивать. В общем-то такие дела. Как это все снять, ребята? Такое ощущение, что оно здесь просто вытаскивается. Давайте попробуем. Вот это да, друзья! Действительно, вот прикол. Я думал, это будет гораздо сложнее. Просто разделяется и все. Вот она турбина. Здесь с обратной стороны еще один сопловой аппарат. Можно оценить состояние. Во-первых, вала. Вал жаркий. Не знаю, насколько глубокая коррозия. Вроде бы не особо глубокая. Но вот там внутри все заржавело. Там есть гайка, которую очень тяжело будет открутить. Просто нереально тяжело. Вот эти гайки и без того не хорошо откручиваются. В таком состоянии вообще я даже не знаю, как к ней подходить. Печально, конечно, друзья. Тем более нет такого инструмента с такими вот пазами. Делать под каждую гайку свой ключ. Как-то терпения, мне кажется, не хватит. Ну ладно, посмотрим. Буду разбираться, буду пробовать. Хорошо, что этот агрегат отдельный. Совершенно вот он, видите, отдельный. Я всё-таки думал, что он как раз таки и выходит вместе с валом длинным. Но вал почему-то опять же выпадает. Вот он этот вал. Вот так он вставляется. Скорее всего, там какие-то метки были, балансировки. Либо есть. Ну вот тут не ржавая, кстати. Что интересно. Длинная втулка вал. Пустотелая. Кстати, этот вал все 400 лошадиных сил и передает, по сути, даже больше. Потому что на раскрутку компрессора обычно надо в несколько раз больше мощности, чем мы в итоге получаем. Вот так работают реактивные двигатели. К примеру, двигатель, у которого 9 тонн тяги. Я как-то смотрел. У него на раскрутку компрессора 52 тысячи лошадиных сил тратилось. Вот тут двигатель раз в 10 мощнее, чем этот. Но здесь, я думаю, тоже, наверное, несколько тысяч на раскрутку компрессора лошадей приходится. Потому что мощность на валу выходная полезная. 400 лошадей это тоже очень много. Быстро пошла разборка, друзья. Продолжаем. После чистки и мойки все эти детали должны заиграть совершенно другими красками. Хотелось бы быстрее на это посмотреть. Всего лишь с небольшим подогревом удалось сорвать гайку. Так что мы еще кое-что сейчас интересное увидим. Вот так вот она идет, друзья. Сделал специнструмент. Как всегда, без специнструментов никуда. То есть основание должно быть мощное, но кончик тонкий, чтобы мог залезть. Резьба здесь, как видите, левая. Это тоже надо было смотреть заранее. По виткам опознал, что левая резьба. И все нормально получается, как вы видите. Хотя закоксовано все было. Как-то так. Снял я эту мега шестерню. Здесь еще есть вот такая втулка. Вот так вот она выглядит, ребята. Ничего не покоцал. Практически новая. Останься отмыть ее. Ну а эта вещь, которая была под ней, попахивает титанчиком. Очень уж она легкая и по цвету похожа. Втулка и шестерни образуют часть вала. Теперь, я думаю, можно попытаться выпрессовать вал с турбиной. Внутри видно, что затянуто ключом. Надеюсь, не нужно его в том положении, как оно сейчас есть, откручивать. Иначе это нужен будет спец ключ. Его нужно будет изготавливать. Оно там внутри закручено и затянуто. Я надеюсь, советские конструкторы не сделали такую подставу для меня. Очень уж интересный механизм вообще. Переворачиваем, будем колоть. Турбина уже шатается немножко. Попробуем ее расшатать полностью. Перчатки нужны. Размаслал. Четыре винтика подорву и попробую вытащить всю эту конструкцию. Должно разделяться. Хотя могу и ошибаться. Впервые в конструкции вала вижу, чтобы применялся титан. Обычно там стальные детали. Но титан легкий и на больших оборотах это, видимо, очень даже оправданно. Хотя титан упругий и лично я раньше думал, что он не применяется в таких вещах. Вытащится или нет? Не хочет вытаскиваться, ребята. Неужели гайку ту надо будет откручивать? Закручу винтики обратно. Отделяем редуктор от газосборника. Какая интересная здесь конструкция. Видно, что проходят какие-то каналы для подвода чего-то. И подводится вот сюда. Я так подозреваю, что это для масла. А сей агрегат, похоже, разбирается как раз-таки изнутри. То есть внутри нужно делать спецключ в виде трубы, которая насаживается и выкручивается там гайка. Пока что я так предполагаю, но надо смотреть. Ну и самое интересное на сегодня. Посмотрим, что из себя представляет камера сгорания. Нужно открутить всего лишь все вот эти вот болтики. Их не так много на самом деле. Раздеталировал все-таки. Вот жаровая труба. Она выпала из камеры сгорания. Вот такая красота, друзья. Грязная, конечно, как и все в этом двигателе. Но целая. Мы ее будем использовать по-любому. У нас имеется настроенная камера сгорания. Если сказать по-простому. Все будет отмыто в ближайших видео. Внутри просматривается какой-то серьезный завихритель. Какие-то отверстия. Очень технологичная вещь. Далее. Основной сопловой аппарат. Вот эти маленькие болтики можно было и не откручивать. Все держалось на втулках, которые вставляются в отверстия. Вот они. Да, кстати, что интересно, с обратной стороны есть обтекатель, который держится на трех палочках. Вот раз, два и три. Как-то так все здесь интересно, ребята, устроено. Идем дальше. Камера сгорания. Смотрим, что у нее внутри. Внутри очень много отверстий. Через них подается воздух. Ну а собственно к ним подводится воздух через две трубы. Одна из них, конечно, нереально помятая. Не знаю, что с ним делали. Я здесь даже где-то трещины видел. Ну вот, например, одна из них. Вот это, друзья, будет тоже обязательно использоваться. Не знаю я, правда, с какого материала оно сделано. Жаропрочка это или просто не ржа может быть. Хотя поржавело даже там чуть-чуть. Ну в общем, друзья, как-то так. Это очень отличные вещи для самоделок. У меня на этом, в принципе, все. Кому было интересно, подписывайтесь на канал. Поддержите лайком. Всех благодарю за внимание. И всем пока. После быстрой очистки некоторые детали не так уж и плохо выглядят. Но это была только лишь быстрая очистка, друзья. Основная очистка будет потом. Бум.